Повысить качество региональных законопроектов, принять законы по указанию президента, соблюдению прав коренных народов и рыболовству. Такие задачи считают приоритетными в работе Госдумы Сергей Коткин. Депутат от Ненецкого округа проводит очередную региональную неделю в НАО. Об итогах работы весенней сессии и законах, которые требуют скорейшего принятия, Сергей Коткин рассказал в программе «Актуальное интервью». Оптимизировать работу депутатов и повысить качество законов. В Государственной Думе принят ряд организационных изменений. По словам Сергея Коткина, они направлены на тесное взаимодействие с регионами. Мы знаем о том, что 2-3% только территорий у нас и законодательные инициативы с мест проходят. Основная причина – это слабая подготовка юридическая этих документов в Государственную Думу. Я не говорю сейчас об Ненецком автономном округе, у нас все в этом плане достойно, нормально. Специалисты работают четко. Но, тем не менее, такое управление создано, и оно будет сопровождать все инициативы, которые сегодня идут от территорий. Для разработки законов, касающихся арктической зоны, созданы экспертный совет по Арктике и международная группа по арктическим государствам в составе пяти человек. Работу в этом направлении ведет и Комитет по региональной политике по Северу и Дальнему Востоку, куда входит Сергей Коткин. Во втором полугодии депутаты планируют проанализировать все законодательство по этому макрорегиону. К большому сожалению, сегодня заработные платы Санкт-Петербурга и Москвы, они такие же, как у нас, практически на северах. И сегодня привлечь людей на север, чтобы чем-то заинтересовать их сюда приезд. Не только романтика, сейчас романтика уже отходит в сторону, да. Нужны какие-то серьезные изменения. Поэтому мы приняли решение, мы проанализируем все законодательство по северам, посмотрим, что нужно изменить, что нужно сделать, какие нормы новые вести. Идет работа по закону о любительском рыболовстве. Его принятие ждут рыбаки всей страны. Сегодня этот закон принят в первом чтении и отправлен правительству. По словам Сергея Коткина, дальше его необходимо доработать ко второму чтению, но процесс затянулся. Очень много вопросов на самом деле. Здесь у нас митинги о том, что разрешить ловить рыбу, дать нам возможность ловить рыбу на реке столько, сколько нам надо для собственных нужд. А на Дальнем Востоке там выступает, говорят, запретить лов рыбы, поскольку мы ее уничтожаем. Это варварство, это бесчеловечно. И как свести воедино вот это все? Поэтому мы и на Дальнем Востоке круглое старопроводие, в средней полосе. Здесь в основном любительские рыболовства в средней полосе – это отдых. Для души отдохнуть. А у нас это жизнь. Мы этим живем здесь. И, к сожалению, это непонятно. Когда начинаешь говорить в Думе, они понимают. В целом, с января приняты 427 федеральных законов. Из них порядка 300 получили консолидированное одобрение всех фракций. Параллельно продолжается работа по посланиям президента. Для реализации указаний необходимо принять 94 федеральных закона. Из них принято 53. Еще 23 находятся в работе. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...